Подзамыло. Сейчас вот начну отсюда, туда пройду пролив. У меня на самом деле там есть одна такая лютая хреновина, которая я хочу посвятить некоторое время. И вот я думаю, может быть это сделать сейчас, поставить это вот сюда, собрать тот комплект. Все вот это барахло здесь под елкой оставить и походить пока до туда, например, вот с этим комплектом. Я тут обещал же. Обещание надо худо-бедно как-то выполнять, поэтому не смотрите, что здесь написано максимус, здесь вообще ни разу не максимус. Здесь безымянная фигота. Вот это Seveida Simple 210. Я нашел этот спиннинг как-то однажды на косе летом. Лежал так вот в собранном виде, с катушкой, с блеснами. Видимо у кого-то его сдуло с лодки. Но я его оставил дома. Он у меня лежал и лежал. Пока не подошел момент. Момент подошел. Мне понадобился спиннинг для вот этой катушки, которую мне под Новый год Паша подарил. Паша, если ты вдруг смотришь, я тебе в очередной раз выражаю огромнейшую благодарность. Потому что я до сих пор прям очень благодарен за этот подгон. А? Первобытная фигня. Вот. И я этот спиннинг достал. У него было вот это кольцо сломанное. Я его перемотал. Тюльпан у него был сломан. Причем про тюльпан я знал сразу. Потому что я сразу увидел, что он поломанный. А вот про это кольцо я узнал буквально, когда стал из него делать себе спиннинг под Невскую. Я обнаружил, что там треснувшая вставка. И я такой думаю, ну блин, началось. И стал ее в срочном порядке менять. Кольцо стал менять это в срочном порядке. Как мне сказал один человек, лови без поводка. Нормальные пацаны ловили без поводка. Но я не решусь, наверное, на такой шаг. Я поводок все-таки поставлю. Вот. Нет. Мне не нравится то, что получилось. Надо его привязать. Не знаю, зачем я петлю сделал на леске. Наверное, чтобы просто за катушку ее зацепить. Паучок, привет. Обычно я на леске петель не делаю. Обычно я леску вяжу к поводкам. Сегодня ветрено. Вчера такая погода была классная вечером. Блин, леска дубовая. Вообще не вяжется. Ладно. Оставлю место для некоторого раздолбайства. Так. Сумка. В сумку лягут эти две коробочки. Все. Вот это добро я сейчас оставлю вот здесь под елкой. Пускай лежит. Ваблера и прочая всякая шелупонь. Мне нож понадобится, возможно. Нож нельзя не брать с собой. Так. Хвост отрезать. Вот там чуваки какие-то на косе. Ну, они, кстати, да, они могут сюда же пройти. Ну, я тогда далеко не пойду. Так. Блесна подстать. У меня, кстати, есть с собой даже блесна, которая была вместе с этим спиннингом. Так. Ну и что? Вспомню ли я хоть что-нибудь? Так. Как? Как думаете? О! Хе-хе-хе! Нифига себе! Это мои первые забросы после долгих-долгих лет. Я в прошлый раз Невской ловил в далеком-далеком детстве. Ужасно! Я прям ужасно бросаю. Раньше мог. и парадос нет ну дальность чуть-чуть появляется я вот в чем тупанул я короче надо было ее перед выездом смазать это блесна короче в ней почти 40 грамм вообще ужасно я ужасно бросаю короче это будет чисто пристрелочный такой день завтра надо будет ее смазать ну или сегодня вечером чтобы она получше крутилась еще раз с ней отправиться ну все-таки что-то уже как-то получается немножко у меня есть желание поймать рыбу с этой катушкой я не знаю осуществится оно или нет но прям очень хочется общучить потому что я я ведь реально все детство ходил с таким комплектом ну как с таким я ходил с этим с невской ходил с невской и со спиннингом пытался пытался ловить щук забрасывал всячески но ничего у меня не получилось максимум что я ловил это на донку прям хочу-хочу-хочу первая борода за сколько много-много лет на Невской вау помните помните эту тему хоба вот так вот все скидываешь отсюда до свободной лески и начинаешь потом ее разбирать так вот хоба так красота начинаешь эти петли вытягивать друг из друга хоба хоба короче да надо ее смазать что-то по-моему она крутится как ну да что сколько времени у меня пролежало я реально тупанул что не смазал катушку и с собой ведь ничего нету даже поганого какой-нибудь DC ойла в тюбике не ну это вообще штука такая первобытная правильно сделал конечно что сразу поставил тяжелую блесну не начал выпендриваться ага закинул далеко но но есть нюанс прямо такой знатный нюанс так так что там уже щука бьется на той стороне а я еще бороду распутываю нет конечно опыт распутывание оборот после невской никуда не пропьешь тут вообще безусловно ты просто начинаешь понимать как эти бороды вообще образуются как они работают но есть нюанс но вот уже нюанс поменьше а большой палец начинает вспоминать для чего он так и еще прикол это вот этот вот когда ты пальцами раскладываешь леску по катушке кстати вот вот момент меня сейчас очень часто спрашивают почему я так ловлю почему я кручу правой рукой при том что я правша при том что я вообще как бы ну и почему я забрасываю правой рукой вот ребята вот ответ я начинал вот с такой катушки катушка у тебя в руке лежит вот так леска идет вот так потому что во время подмотки ты пальцами вот так раскладываешь ты крутишь и раскладываешь ее по катушке чтобы она не ложилась там на бок еще как то ты аккуратно ты лесоукладчиком работаешь ты работаешь и мотальщиком и лесоукладчиком а как ее забрасывать а забрасываешь ты ее вот так ты держишь ее в правой руке большой палец здесь все забрасываешь перекладываешь и начинаешь правой рукой крутить вот почему я так ловлю потому что я начинал с невской я очень много ну как бы на мой взгляд я очень много ей ловил и поэтому поэтому я ловлю так я привык крутить правой рукой для меня как бы ну я могу переучиться я думаю но для меня это было довольно тяжело я пытался переучиваться я страдал в общем крутить левой это меня аж начинает подкореживать у меня мозг уже просто переточился нюанс большой такой достаточно такой на минуточку нюанс но кажется кто-то ткнул блин леску надо поменять тут потоптано место вообще прям здесь хороший слив ну прям затоптано чуваки пошли на кущев кстати я жду щелчка на начале подмотки здесь вот прям вытоптано место кто-то видать во сколько там минут 15 прошло я вроде начинаю это немножко привыкать тут конечно и динамика заброса другая и ну вообще что было отличается от мульта отличается от мясорубки конечно естественно она отличается самое что важно но от мульта отличается ну ка у меня там есть понтовая блесна нет конечно тоже очень понтовая блесна это очень крутая вот конкретно вот с этой блесной это блесна из ложки я нашел этот спиннинг при том что там была вот так вот надета на сюда одновременно и вот эта блесна и еще вертушка была я так понял вертушка складывалась внутрь и придавала устойчивость блесне из ложки да так ее так ее подкручивает короче а с вертушкой ее вот так вот шатала постоянно у меня прям была четкая игра я не знаю насколько меня хватит пока я не схвачусь снова за свой комплект с мультом так блесна легкая поэтому постоянно есть нюанс ага бросаю 26 грамм блесна легкая блесна легкая кто-то тут топтался ага есть нюанс не уследил Вот тут вот нюанс главный, что иногда леску закидывает туда за ножку катушки. Так. Короче, ладно. Я сейчас думаю, что вот этот слив я облавлю с этим спиннингом, потом пересложусь и... Двину дальше с мультом. Надо смазать катушку. Посмотреть завтра, что из этого получится. Завтра надо куда-нибудь на остров попробовать проехать, что ли. Вот, да, самплиора. По-моему, это самплиора. 25 грамм. Все эти 25 грамм сосредоточены на довольно маленькой площади. Блесна такая сбитая и прекрасно летит вообще прям. А, ну вот, есть нюанс. Не, ну так-то вот руки потихо вспоминают. Или мозг настраивается. Не знаю, как это назвать. Я думал, здесь поменьше народу ходит. Берег затоптанный. А, ну-ка, ты еще хорошо пошла. Вот еще бы обрыбить. Тут вообще было бы офигительно. рыбу еще поймать на все это добро я был бы вообще в рам счастлив смыла елку и березы смыла тропинку смыла сильно все в этом году поменялось блин есть нюанс плохой нюанс место не очень хорошие для таких нюансов в кустах по-любому же должна стоять я так конечно при условии подбора приманок там прочее прочее довольно неплохо мне нравится это первобытная фигня так короче чё я хочу сказать я перекинул комплекты и и и мои руки отвыкли от мульта куда я бросаю смысле я отпускаю намного раньше теперь короче мне сейчас придется привыкать заново блин мне сейчас придется привыкать заново к тому что шпуля стартует намного легче у невской шпулю надо прям вот прям разогнать дать этот момент стартов мульте конечно старт шпули это вот и у меня смысле палец срывается намного раньше теперь такое ощущение как будто я то ли после ультралайта после очень легких приманок то ли еще после то есть я кидаю сильно вправо я очень рано шпулю отпускаю ну ладно сейчас минут через 15 я приноровлюсь снова к этому но факт остается фактом вот это переключение оно прям это тяжело дается при том что дальность заброса вообще нифига не увеличилась ух ты или кто-то походу все к да да он порезана это приманка на паузе кто-то все к ее и